Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Два с половиной года назад Фадим Минигулов не мог и предположить, что через несколько лет станет чемпионом и мастером спорта паром рестлингу. А ведь до мечты было, можно сказать, рукой подать. Впервые попав в тренажерный зал, Фадим увидел, что парни по соседству борются на руках и решил сам попробовать. С тех пор его жизнь стала неразрывно связана с этим видом единоборств. Ну, все начиналось у меня с Венеда. Я просто пришел в этот спортзал и начал качаться. Ну, просто хотелось быть сильным, да? Ну, я увидел то, что там есть секция арм-рестлинга. И как бы я с ребятами боролся, ну, борол многих. И думаю, почему бы не записаться, пойти. Вот, начал заниматься уже еще более сильным столом. Разминка, поднятие гантелей и штанги, занятия на тренажере. Именно так начинались первые шаги Фадима в арм-рестлинге. Каждая тренировка была посвящена лишь достижению цели. Результат, как говорится, не заставил себя ждать. Уже через полгода занятий Фадим Минигулов впервые попал на чемпионат Башкортостана. Первые же соревнования закончились победой. По словам Айдара Салихова, тренера юного чемпиона, он сразу увидел Фадиме достойного преемника. Ведь, несмотря на юный возраст, спортсмен был упорен не по годам. Да, вот, видно же, кто-то хочет заниматься, кто-то нет. Я говорю, вся проблема в человеке, это между ушей хранится, то есть в мозгу. Вот, в принципе, в нем это, как бы, я увидел, то, что он человек уже, как бы, понимаете, он все, свою концентрацию, внимание, да, как бы, зависит, он уходит в тренировки. Вот не это приходят заниматься, они, что-то болтают, там, что-то делают. А в нем, как бы, я увидел, внимание полностью, внимание полностью, как бы, уходит именно в тренировки. Я вот это увидел и, как бы, начал, как бы, вот, сказал, что вот этот человек будет чемпионом мира, у него, как бы, это получится. После первого успеха последовала победа на чемпионате Приволжского федерального округа. Призовое место по России и выигрыш в мае 2012 года на соревнованиях в Европе. Тогда Фадим впервые стал мастером спорта. На достигнутом юный спортсмен останавливаться не стал и уже буквально через полгода подтвердил свой разряд, став двукратным чемпионом паром спорта на прошедшем в Бразилии чемпионате. Как признается Фадим в своей победе, он был уверен. Единственное, что немного переживал перед первым выступлением. Самое трудное там было подготовиться морально. Все-таки у меня перед первым боем было такое волнение, мандраж очень сильный. Это больше всего давит. Ладно, со мной ехал представитель Петр Михайлович. Он мне помог в этом деле. Он подбадрил меня как-то. Говорил мне тоже, движения какие-то показывал. Я это все делал. Я вышел, просто свое дело сделал. Впереди у Фадима еще не одно соревнование. Сейчас он вместе со своим тренером готовится к следующим боям. 9 ноября этого года в Варшаве пройдет один из самых зрелищных турниров армрестлингу Немиров World Cup. И в планах у юного спортсмена только победа. Вадим Хисматуллин, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».